привет всем это канал кеп тиви сегодня предлагаю вам посмотреть игрушку лет тур де франц 100 игра посвященная знаменитому европейскому велосеревнованию там где тонны велосипедистов мчаться вперед к победе в игровом виде интересно посмотреть как это все устроено я эту игру смотрю первый раз в общем то это сериал уже есть несколько игр они практически каждый год там выходят и вот это последнее из этих игр интересно попробовать что же может предложить нам такой вот велосимулятор симулятор чемпионата тур деку тур ты франц так хорошо здесь нужно немного разобраться это я так понимаю мы выбираем команду за которую будем играть наверняка это все знаменитые велосипедисты знаменитые спортсмены я к сожалению не очень знаю их поэтому будем выбирать просто так кто внешне больше понравится вот к примеру я не знаю вот эти французы подойдут так выбрать от 1 до 21 участка так я не знаю вот нам показывают прямо таки заставку видео настоящего соревнования по красивейшим местам конечно проходит эти соревнования 2013 года это я так понимаю сотая сотая велогонка юбилейная так что у нас здесь какие-то описание информации ладно будем считать что мы в этом разобрались нажмите старт для того чтобы вместе со вторым плеером тут тоже можно здесь вдвоем играть второй плеер может нажать на своем геймпаде старт и будет наверное разделенный экран но у нас второго игрока нет поэтому так что здесь обычная еда для восстановления из пульки используют для атаки но это то что велосипедисты наверное едят во время соревнований вода так давайте выберем я не знаю ага нужно выбрать 2 2 хотя бы 2 каких-то каким а вот это давайте банан и киви например выберем я думаю этого должно хватить так рт это грубо говоря газ лт это тормоз использовать рацион вот lb а остальное я не успел почитать ну надеюсь здесь будет какой-нибудь минимальное обучение атаковать можно сложная система наверное но какая большая куча у нас здесь велосипедистов так и держим и мы вот все газу и едем можем осмотреться даже вот нас такая большая пачка едет велосипедистов так нажмите а нажимайте а быстро чтобы атаковать да вот таким образом можем разгоняться и вы можем вырваться вперед нажмите x чтобы использовать командные какие-то они и адресы свое сталь скачкой а ее и были погнали 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 нажмите b чтобы закрыть меню так здесь тормозить видимо приходится иногда так нажмите why чтобы выбрать fit что а цвета да это вот Тут банан мы можем использовать, который мы вначале выбирали. Так, разгоняемся, посмотрим назад. Преследователи не дремлят. Так, ну что, банан будем использовать или еще рано? По-моему, еще рановато. Если честно, на горку ехать сложно. Так, поменять гир с помощью LB. И следуйте за велосипедистом, который впереди. Нажимая. Что-то все так быстро двигать камеру, но это я уже понял. Так, проверить время. Используйте старт для быстрого. Нет, старт нам пока не нужно. Я не знаю, честно говоря. Сложно. Здесь нужно больше времени, чтобы разобраться. Такая необычная, конечно, геймплейная часть. Это вам не простые гонки. Здесь не просто нужно давить на педали и рулить. А нужно еще учитывать усталость вашего пилота с командой. Как-то там вместе кооперироваться. Ну и тому подобное. Но вроде бы у нас более-менее неплохо получается. Мы впереди планеты всей. Так, что еще, что еще здесь? Уже финиш? Или что это? Нет, это, видимо, какой-то чекпоинт или что-то в этом духе. Первый пилот здесь. Это холодный Сан-Бастиано. Только около 3 километров. Так, нормально мы так разогнались. Неплохо. Что там? Наши преследователи отрываются. Тормоза надо нажимать, иначе вылетим. Ой-ой-ой, нас кто-то обогнать пытается. На горку тяжело. С горки, конечно, веселее получается. Гораздо. Так, у нас есть еще 2 километра до, до возвышения. Ну, точнее, до того, как мы доберемся до вершины горы. Я думаю, потом с горки будет довольно весело ехать. Кто-то атакует. Так, ну что, что? Вроде бы нормально, пока идем первыми. Силы есть. Шкала почти заполнена. Нормально. Это не финиш, случайно. Каррефур. Французская сеть супермаркета. Вот, мы поехали с горки. Набираем разгон. Это уже практически ощущается, как Need for Speed. Главное здесь не вылететь и правильно вписаться в поворот. Я думаю, ребята там тоже быстро едут, поэтому... Ай-яй-яй. Ох ты, вот тут вот в кусты можно было улететь. Ну и вот, конечно же, из-за этой ошибки мы и пропустили вперед несколько парней. Интересно, кстати, есть здесь другие виды. Камеру можно как-то менять. Сейчас я попробую понажимать какие-нибудь кнопочки. Так, банан. Пока, честно говоря, не нахожу изменения вида. Ребята вырвались, троица боевая вырвались вперед. Но мы тоже, кстати, не отстаем. Главное правильно входить в повороты. Это здесь немаловажно. И тогда получается нагнать наших противников. Вот, мало того, что нагнать, даже обогнать можем. Отлично. Симпатичные европейские виды здесь. Ну, графика, конечно, не на высоком уровне, но играть можно, в принципе. Ой-ой-ой. Мне тут позвонили, и я влетел в болельщиков. Опасно, скажу я вам. Так, это вот штука. Я толком не понял, как ей управлять. Давай-давай-давай. Поддадим. Газку, как говорится. А ну-ка, вот здесь прямая хорошая. Можно разогнаться. Так, нас тут предупреждают. Это маленькая группа впереди. Хорошо держится. Все остальные отстали, а она прямо так вот за нами. Даже обгоняют. Эй, ребята. Что-то уже все. Видимо, нужно съесть киви для атаки. Я не знаю. Ну, как-то... Как-то мы устали, видимо. Блин, нас сейчас нагонит весь движняк. Какие-то таблицы, какие-то имена. Да, наверняка, чтобы получать большое удовольствие от этой игры, нужно соображать в этом виде соревнования. И тогда, я думаю, будет интереснее. Так, ну... Петр Валец на первом месте, Жером Копель на втором. А мы еще пока... А мы еще пока... Отстаем. Отстаем. Надо поддать, наверное. Не знаю, с чем это связано. Где я раньше думал, вот эта зеленая и красная шкала, это как раз... То, что отвечает за наши силы. Но вот... Видимо, это не все. Так, сложный поворот. Ну-ка, на прямой поддадим. Вперед. Жаль, камеру нельзя менять. Или, по крайней мере, я не знаю, как этого сделать. От первого лица было бы интересно ощутить. Ну, давай, 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 давай. Они еще не очень оторвались. Можно догнать вперед. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть газуем. Газуем. Малакарно. Дималакарно. Итальянец. Странно. Почему мы играем за итальянца, кстати говоря? Если я выбирал французскую команду. Непонятно. Так, что-то темнеет. Видимо, нам стало плоховастенько. И мы заморились. Тем более, это подъем. На подъем ехать тяжело. Так, а ну-ка я загляну. Есть здесь... Что-нибудь? Нет. Особо здесь... Никаких настроек вида от первого лица нет. К сожалению. Да, вот он сейчас устал и газовать не хочет. Ну, или как правильно. К велосипеду относиться. Педалировать не хочет, что ли. Вот, блин. Нас догнала уже вся толпа. Это плохо. Все практически нас догоняют. А та троица лидеров, или даже не троица. Уже, по-моему, их больше вырвалась вперед. Так, кого-то можно пропустить. Они не опасны. Можно за них не переживать и пропустить их вперед. Правда, по каким причинам я не очень понял, но... Наверняка, какие-то причины есть. Интересно. О, у нас еще, судя по вот этой шкале справа, трасса у нас будет длиться еще очень долго. Поэтому доехать до финиша... Ну да, Тур-де-Франс, он такой. Он не пять минут происходит. Я точно не знаю, но знаю, что они долго, очень долго едут. И большой километраж накручивают. И в конце на финише приезжают просто мега измотанными и уставшими. Зато посмотрите, какие икры накачаны. Велосипедный спорт. Это, наверное, полезно. Наверняка. Хотя, смотря насколько усердно. Мне кажется, любой спорт, если перебарщивает, то он больше вреда приносит, чем пользы. Хотя... Тут тоже все двояко, смотря с чем сравнивать. Если вместо, допустим, велосипеда сидеть пить пиво где-нибудь на лавочке, то, ну... Так, ну что, 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 что? Что-нибудь еще интересное будет происходить? А если... А если в машинах? Бабах! Нет, мы даже падать не умеем с нашего велосипеда, к сожалению. Вот, вся наша толпа нас обогнала. Ну, хоть посмотрим на других чуваков, как они выглядят. Поддадим. Виноградники у нас тут с правой. Посмотрите направо, посмотрите налево. Любуйтесь достопримечательностями, когда катаетесь на велосипеде. Одна минута до... До чего-то. До чекпоинта, до какого-то брейкпоинта. Фанаты тут с камерами нас фотографируют. Ну что, газовать будем? Потом меня эта толпа уже начинает смущать. Тут как-то воздух не очень свежий. Когда вокруг столько велосипедистов потных. Ух, с горки. Как с горки разогнались так прилично. Опа! Мак растет по бокам цветочки. Красиво. Ну, конечно, настолько, насколько это может быть красиво. В симуляторе велосипедном. Так, хочется, конечно, ехать. Посмотреть сбоку, но тогда можно не вписаться в поворот. Случайно. В общем, я думаю, это очень долгий процесс. Наверняка... Тот, кто соображает в этом чемпионате, в этом виде спорта, тому, наверняка, будет интереснее ехать и участвовать в этом всем. Кто знает имена, кто знает гонщиков. Ну, это, не знаю, как мне в ралли, наверное. Тому будет гораздо веселее. Я, конечно, с трудом разбираюсь, что здесь и как. Поэтому на этом, я думаю, опрос... Ой, опрос. Наш маленький обзорчик. Превьюшку закончим. Это был Tour de France 2013. Tour de France 100 называется. Спасибо всем, что посмотрели. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Будет еще много интересных видео, много интересных игр. Ну, возможно, велоспорта не будет, поскольку не так уж много симуляторов велоспорта. Но все может быть. Пока-пока, до новых видосов. Субтитры сделал DimaTorzok